Необычный детский сад открылся в Нижнем Новгороде. Его создатели 20 лет вынашивали план по созданию уникального садика с особенным подходом к подготовке каждого ребенка. Сюда мы вместили все свои знания специалистов, психологов, логопедов, педагогов, воспитателей. Сделали вот такой еще дальше шаг, который соединил все наши знания в программы персонального развития каждого ребенка. Именно миссия центра звучит как персональное образование каждому. То есть для каждой семьи, для каждого ребенка разрабатывается свой маршрут. Но кроме обучения, есть здесь место и веселым развлечением. Спортивные программы, хореография, фитнес, есть даже соляная пещера. Детский сад соответствует всем стандартам, и ребятишкам здесь будет очень комфортно. Здесь и исполнение, выполнение всех государственных стандартов. Здесь и дополнительное здоровое питание, здесь и дополнительные авторские программы, здесь и лучшие педагоги, здесь и новые-новые подходы, как сами организаторы говорят, мы собрали весь лучший государственный стандарт, умножили его на лучшие инновационные технологии, которые есть в сфере дошкольного образования, добавили новых программ в развитии физкультуры и способностей ребенка, добавили новых программ по здоровому питанию, учли пожелания родителей и получили вот такой детский сад, который готов создать индивидуальное пространство для каждого ребенка. Это очень здорово. Особенно важно, что здесь с детьми общаются на двух языках. Малыши с самого детства будут учиться английскому. Кроме того, это хорошая возможность для иностранцев с семьями, приехавших в наш город. Дети тех людей, которые приезжают к нам открывать новые компании, новое производство, которые еще пока не знают русский язык, имеют возможность, во-первых, в этом детском садике заниматься. И, конечно же, наши дети, нижегородские, имеют возможность получить знания и английского, и других языков, для того, чтобы подготовиться к следующей ступени международного образования. В день открытия самые первые маленькие воспитанники детского сада и их родители сделали закладку капсулы с пожеланиями. Достать ее они смогут через пять лет, когда уже пойдут в школу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова